Сегодня 18 августа. Сегодня мы поедем в горы. Меня мой друг Женя с Узбекистана позвал. Раньше я никогда не был за пределами Ташкента. Сегодня будет первый раз. Мне очень интересно. Посмотрим. Женя позвал в горы в 8 утра в воскресенье. Вот сижу, жду его тут вот, рядом с парком. Вон, можете посмотреть, видите? Красиво как. Вот. Пришли мы. Идем мы с Женей в поход. Ворота закрыты. Перелезли через забор. Надеюсь, нас никто здесь не грохнет. Последний раз в поход. Я даже не помню, когда я ходил. Так, а вот и первое препятствие. Надо преодолеть как-то этот мостик. Не грохнуться. Сейчас мы это сами сделаем. Опа! Вау! Есть! Да, вот это дорожка. По кушарям идем. Так, кто-нибудь знает, что это за растение. Это что это такое? На облепиху похоже. Короче, попытка номер два. Залазим в горы. Теперь уже по другой стороне. Да, вот это тропиночка. Интересно, куда она ведет? Ну, вид, конечно, шикарный. Смотрите, если у нас в Кыргызстане камни в основном в горах, то здесь глина в Ташкенте. Прошли совсем чуть-чуть, а дышка, как будто 10 километров пробежали. А вот это виды. А вот на горе что-то строится там. Мне вот интересно, здесь какие-нибудь звери есть? Или змеи там, ежики? Что-то идем, пока никого нету. Или в конце лета они все попрятались и только весной вылазят. О, замечаете, какой водопад здесь, а? Вот красота-то. Что-то все по ущелью. Смотрите, какая лепота. Да, дорожка действительно экстремальная. Смотрите. Если упасть в обрыв, мало не покажется. На что я обратил внимание, когда мы были на той стороне, там были в основном плодовые деревья. А вот чаросла, еще какие-то ягоды. А здесь одна трава. Да, вот это спуск-подъем. Чуть вправо возьмешь, и все. Приехали. Женя залез и смотрит вниз. У-ху! Офигеть! Блин, капец. По вот этой дорожке мы шли. Опасное занятие. Смотрите, надо же. Кто-то в горах проложил трубы. Ну вот, после первого экстремального подъема мы движемся дальше. Здесь дорожка попроще. Не такая... Не такая экстремальная, как до этого. Но все же камни вокруг. Посмотрите, сейчас я вам покажу, какой здесь каньон. Походу, это какой-то устье реки было. Наверное, скорее всего, весной, после зимы, когда все тает. Здесь очень много воды. И речка очень бурная. Да, растительность тут обильная. Вот какой-то куст. Интересно, что это за растение такое? О, смотрите. Шиповник нашел. Какой он огромный здесь. И вот так много. Вон кусты. Вот кусты. Надо тут с этим, с корзинкой ходить. Вау, смотрите. Какая горная порода. Вообще, по весне, походу, здесь очень бурное течение. И вот эти все камни. Скорее всего, тут даже сель идет. Ничего себе. Смотрите, что это здесь такое? Домик какой-то кто-то построил. Интересно, что там внутри? Кто знает, скажите. Так, а вот и первую живность мы нашли. Смотрите, головастик пытается там что-то спрятаться от меня. Вообще, поход в горы для меня это значит поехать на машине, сесть где-нибудь в горах у речки, разложить поляну, покушать и домой. А тут приходится ножками работать. Да, смотрите. Интересно, по вот этим разломам как-нибудь возраст можно определить? Так, это что за следы невиданных зверей тут? Интересно, у меня в подписчиках есть юные натуралисты, биологи. Ну-ка подскажите, чьи-то следы. Та-дам! Вот она, борьба за жизнь. Вот и красная, и черная алча. Валом ее здесь. Вот это, говорят, кислое, а вот это сладкое. Вот наш эксперт сейчас скажет нам точно, да? Ну, так вкуснее. Так вкуснее? Шкурка жесткая. У черной шкурка жесткая? Да, так вкуснее. Понятно. Что это за новый вид растений? Синенькие красивые шарики. Вроде они синенькие, и у меня не галлюцинации. А это что? Трубу прорвало. Еще одно препятствие на нашем пути. Как будем проходить, не знаю. Что-то потихоньку начинает капать. Не дай бог дождь начнется. Вот смотрю уже и ласточки низко летают. Все говорит о том, что дождь будет. Да, вот это красота. Помимо деревьев, тут еще и ягоды всякие растут. Интересно, съедобные нет? Чем выше горы, тем толще стволы у этого дерева. Интересно, что это за дерево такое? Наверное, какое-то лечебное. Ух, немножко посидел, встал. Аж голова кружится, в глазах потемнело. Так вот, в горах надо поаккуратнее. Вот гора из глины, плавно переходящая в камень. Так, очередной прорыв трубы. Из-за этого прорыва дорога усложняется. Она вон скользкая, мокрая, и у нас есть первые жертвы. Ну а мы после небольшой рекламной паузы продолжаем наш путь. Желтенькую мы еще не видели. Тоже, походу, алча, да? Вон ее, сколько тут валом. Ух, какая красота! Какие красивые желтые цветочки. Кто знает? Ну-ка, дорогие подписчики, что это за растение? Вот поближе. Аккуратируемся. Ооо! Что это за такой цветочек? Что говорить? Природа в этих местах просто невероятная. Очень красиво вокруг. Деревья красивые, цветочки. А вот и второе животное, которое мы встретили за сегодня после головастика. Уху! А сейчас мы идем по такой узенькой дорожке опасной, как горные бараны. Главное тут не упасть. Интересно, в этих местах какие-нибудь животные водятся? Ну, там, не знаю, косули, волки. Хотя вот по следам скорее всего это лошадь. Мы вышли на очередную локацию. Какие-то лопухи вокруг растут. Вот это дерево мы нашли. Да, Жень? Ооо! Триста летом. Крутило его, да? Да, да. Кто его так, интересно? А потом мы спустились вниз и началась самая долгожданная часть этого вечера. Хорошо, что Женя мастер на все руки. Я хочу выразить благодарность Жене за то, что он пригласил меня в эту поездку. Вкусно накормил шашлыком, познакомил со своими друзьями и показал насколько красива природа Узбекистана. Вот шашлычок жарим. Палочки маленькие. Узбекский шашлыч называется. Шашлычок.